Наш сегодняшний гость, член исполкома партии «Другая Россия» Сергей Аксенов. Вы партия активного действия, в отличие от либеральных и многих других партий. Как получилось так, что вот эти три месяца, которые потрясли Россию, прошли практически без вас? Ну, я, во-первых, предлагаю смотреть на это не так узко, вот эти три месяца, а шире, например, весь предвыборный цикл последние четыре года, поскольку, как ни крути, но политика делается именно так. И вопрос смены власти встает, да, остро во время выборов, но одновременно есть еще вот эти четыре года между выборов, которые в политической жизни кипит, бурлит, и, может быть, она менее активна, но она тоже есть. И я, например, нисколько не сомневаюсь, что та активность простого народа, которая была продемонстрирована в Москве, в Питере и в других городах в эти три месяца, это во многом результат того упорного политического действия, которое не то, что нами осуществлялось, но и нами было инициировано и нами было поддержано. На мой взгляд, конкретно акции стратегии 31 на Триумфальной площади, вот определенное такое упорство и, как я сказал однажды кому-то, кто-то должен поддерживать факел свободы, огонь свободы. Вот то, что мы поддерживали этот огонь свободы, вот это привело к тому, что люди запомнили, приучились к тому, что надо отстаивать свои интересы. Другое дело, что в течение вот этих трех лет, когда была стратегия 31, развивалась, как бы, меньшая часть граждан была готова выходить на улицы, на пике, например, там несколько тысяч, да, там, дезанкционированно выходили на Триумфальную. А во время выборов, безусловно, обостряются страсти, обостряются люди, чувствуя себя обманутыми, конкретно сейчас. Но вот то, что они вышли все-таки, во многом, на мой взгляд, да, это не только на мой взгляд, на взгляд честных политологов, то же самое, да, это отчасти наша заслуга тоже, безусловно. Вот. Что касается вот этого периода трехмесячного, то, конечно, другая история. Как вот все это дело развивалось? Значит, мы агитировали всех на то, чтобы выйти 4 декабря в день выборов. Мы предложили Триумфальную площадь, поскольку никто другой не предложил, и это место, как бы, было, наверное, самое намоленное, раскрученное, как угодно, да, то есть, в данном случае, и не партийное, в том числе, все могли выйти, да, вот мы такой вариант предложили. Мы спорили с теми людьми, которые говорили, что 4 числа не надо, надо на следующий день после выборов, потому что будут наблюдатели и так далее. Мы дико спорили с ними, и они оказались правы. Действительно, 5 числа было более разумно. Но мы вышли и 4. Мы 4 вышли на Триумфаль. Значит, 5 случился митинг на Чистых Прудах, после которого направлены люди, направленные молодыми лидерами, молодыми, это очень важно подчеркнуть, конкретно Яшиным и Навальным, они направились несанкционированно к ЦИКу, да, там были задержания, еще что-то. Дальше, на следующий день, случилось просто огромное количество людей вышло на Триумфальную площадь. В данном случае, видимо, уже по инерции, поскольку не было никаких заявок, вот люди куда знали, туда и пришли. Насколько я помню, там много тысяч людей, там 5-7 тысяч человек, наверное, было. Были вот эти вот нашисты-ворованщики, чего-то превосходящими силами полиции, это все было подавлено. И 10-го числа, на 10-е число, да, была подана заявка, это была во многом случайность, это Сергей Удальцов подавал, потому что он это делает регулярно. Но так случилось, что люди захотели выйти именно к Кремлю на площадь революции. Значит, мы все поддержали эту историю, да, и мы заявили, как бы, и Лимонов заявил, что он выйдет как простой гражданин. И, как ни странно, вот стоило, то ли стоило нам об этом заявить, то ли это совпадение, но вдруг вот мы узнали о том, что начались переговоры с мэрией, и что есть намерение перенести площадь. Мы знали, что в данную секунду идут заявители, там, мадам Митюшкина, мадам Удальцова, они шли в мэрию. Вот я звонил лично им и говорил, слушайте, не вздумайте поддаться на давление, раз вы взялись, это ваше дело, ваша заявка. Но вы понимаете, что речь идет уже о судьбе страны, а не о чем-то другом. В данном случае вы не должны поддаться на давление, ну, там были истерики всевозможные, люди, видимо, побаивались и все. Ключевым моментом вообще, что такое протест? Протест, когда ты идешь серьезно против чего-то, в данном случае против позиции власти. Значит, протест с разрешением власти против власти, это нонсенс, это то же самое, как спрашивать у начальника тюрьмы разрешение на побег из тюрьмы. Ну, это глупость, как бы, если вы всерьез протестуете, вы не спрашиваете разрешение. Вы можете формально, мы тоже так делаем, подать уведомление, дальше опираясь на статью в Конституции, вы можете настаивать на этой позиции и настоять на ней. Если вам ее не согласовывают, значит, вы выходите не согласованно. Это и есть протест. Если же вам переносят куда-то, давят на вас, переносят, и вы с этим соглашаетесь, все, контракт с дьяволом подписан на самом деле. То есть, акт, я бы назвал это предательство, совершается именно в этот момент, потому что, как только заявители согласились увезти людей на Болотную площадь, все, инициатива перешла к власти после этого. Дальше ее инициатива, дальше все, что вы будете делать там на Болотной, где хоть миллион там будет, уже будет другая история. Это не вопрос технический, не вопрос где, это вопрос вот борьба в воль, да, кто кого переборет. Вот в мэрии, когда они сказали да, согласились, вот они проиграли тогда. И мы это прекрасно знаем по опыту, например, той же стратегии 31. Мы поняли, что сказав да, согласившись перенести на Болотную, они направили немедленно, вот, знаете, как стрелку железнодорожную, перевели на другой путь, в тупик. Вот они перевели. И все, что будет дальше, будет точно так же. Мы понимали, что в следующий раз будет то же самое, им скажут, а теперь вы пойдите туда, и они опять согласят. И так оно и было. Это политическая незрелость, либо это, так сказать, желание, ну, как вы правильно, одеяло натянуть на себя и добиться каких-то политических, экономических дивидендов или что-то еще. Вот я убежден, что здесь речь идет о непонимании, нет разговора. Люди все прекрасно, лидеры оппозиции все прекрасно понимают. Вот я убежден, что как мы имели тысячу лет назад историю с удельными князьями, которые тянули одеяло на себя и никогда ни о чем не договорились. Вот мы то же самое имеем в оппозиции и сейчас, имели сто лет назад в 17-м году, и сейчас мы это имеем. Каждый, каждый желает куска славы себе сейчас, здесь и сейчас, не руководствуется общим интересом. В общем интересе есть и частный интерес. Каждый лидер оппозиции, побеги все вместе, дальше, пожалуйста, можно бороться в рамках свободного парламента, все что угодно. Вот на это они как бы не смотрят, они этого не видят, они толкаются локтями сейчас. Они хотят, знаете, это мелкая борьба, как за место в автобусе, вот примерно то же самое. Это касается, да, именно оппозиции, политических лидеров. Что касается вот Лиги избирателей и телевизионных ведущих, или людей там связанных с телевидением, или паблисити имеющих большое, которых узнают. Недаром, кстати, люди хотели их видеть, просто они их знают. Почему человек, который выходит на площадь против в том числе и телевизионного вранья, хочет видеть в качестве лидеров, так сказать, своих лидеров, человека, который именно этим телевизионным враньем и занимается? Не, ну, во-первых, человек слаб, и это раз. А во-вторых, просто банально эти люди известны. Часть лидеров оппозиции, особенно молодым людям, например, Немцова, половина молодых людей, может быть, и не помнит уже. В конце концов, он был в правительстве 10 лет назад. То есть, абсолютно, да, абсолютно так, абсолютно так. Вот, кстати, ваш вопрос по поводу них, я бы сказал, что это во многом с их стороны непонимание. То есть, их желание там, может быть, они тоже хотят там одеяло на себя, но это люди, конечно, слабые. Они уже, кстати, отвалились, они уже испугались там драки у мэрии при подаче заявки, тут же отказались от всего. Ольга Романова, при всем моем уважении к ней, как телеведущая одновременно, они не поняли, они думают, что политика – это игра. На самом деле, это борьба не на жизнь, а на смерть. Они решили бы немножко поиграть, а поиграть не получается. Они вот уже сейчас отходят, ну, это видно. Они, конечно, не политические лидеры, они никуда не могут привести. Они вот с удовольствием с Путиным теперь хотят что-то наблюдать за выборами, за Путиным. Но им понаблюдают, Путин скажет, вот они наблюдали, вот все легитимно, вот и все. Фактически, они играют на его стороне. Встречу с Медведевым, если бы пригласили, допустим, вас, там, Лимонов и прочее, вы бы пошли? Не могу не ответить на это с огромным наслаждением, как бы. То есть, во-первых, мы вот, я настаиваю на этом, мы всегда говорили о том, что оппозиция должна вся вместе победить, а потом уже, например, отстаивать свои позиции в парламенте. Только так, никак иначе. Значит, в свое время мы еще, когда нам задавались вопросы, а если бы вас только зарегистрировали в другую Россию, а остальных нет, вы бы участвовали в выборах, и мы бы сказали, нет, нет, либо всех регистрируем, и все живем политической жизнью, либо, если никто, значит, все вместе боремся и добиваемся, вот так. Значит, если бы нас позвали, мы бы никуда не пошли. Вот и все. Я считаю это абсолютным, как бы, таким сговором. Это желание поднять свой личный статус, абсолютно. Так вот, а дальше, продолжая, как бы, была создана рабочая группа по доработке законодательства, политической реформы. Но дело в том, что законы уже внесены Медведевым в Думу. Чего они будут дорабатывать? Потом, Рыжков задал вопрос, мы будем запятые там пересчитывать, или можно концепцию менять? Ему сказали, нельзя концепцию менять. Ну, хорошо, мы тоже придем, сказал Рыжков. Все равно придем, сказал Рыжков. То есть, так вот. Нет, я только понял, что ни одна из их инициатив не была поддержана. Конечно, конечно, абсолютно, абсолютно. Причем рабочую группу возглавил Володин, замглавы администрации президента. Зарплату вот эти участники рабочей группы не получают. Фактически они стали внештатными сотрудниками администрации президента. Вот я не удивляю, что, например, на русской службе новостей опрос сделали, 81% сказал, они больше не оппозиции после этого. Не потому, что нам надо быть в оппозиции обязательно, просто надо быть честным. Надо быть честным. Нельзя, это коллаборанты. Ну, просто коллаборанты. У меня нет других слов просто. Что произошло? Это была хитрая игра власть? Или так получилось случайно? На мой взгляд, власть, конечно, показала себя очень неглупой. Неглупой и неслабой, на мой взгляд. И она сыграла на противоречиях внутри оппозиции. Просто на противоречиях. Я бы в этой истории по одну сторону поставил бы Россию и народ России, а по другую власть и вот этих вот коллаборантов из оппозиции. Вот так я бы разделил людей. То есть, они там все, каждый свой интерес. Путину надо переизбраться, Медведеву показать, что он хоть какой-то президент и так далее. А всем им одновременно хотелось, я имею в виду оппозицию, им хотелось вот этой вот славой короткой, как бы, да, там, здесь и сейчас, вот этого пиара пресловутого. Вот они и слили этот протест. Просто потому, что они поняли, что альтернативой, если бы они настаивали на несанкционированном выходе к Кремлю, это не значит, что мы победили. Может быть и нет. Но был бы шанс. Как только они увели людей, они гарантировали себе вот эту славу, потому что они как бы оседлали протест и в течение двух-трех месяцев во главе его находились. Это они себе гарантировали. Стране не гарантировали ничего. Вот страна получит, Путин, 12 лет еще, уже скоро, да, через две недели. Вот она и получит его. Какие могли бы сценарии, на ваш взгляд, если бы все было правильно? На мой взгляд, надо было, безусловно, выходить несанкционированно. Раз власти не давали санкцию, надо было выходить несанкционированно туда, куда хотели, на площадь революции. И дальше развиваться события должны были только исходя из этой логии. То есть, выйдя на площадь революции, следовало переместиться либо к Государственной Думе, либо к ЦИКу, который рядом, да, и не уходить оттуда. Требовать Чурова, представителей властей, обратиться с призывом к людям, как в свое время обращались, да, приезжайте, москвичи, сделать так, чтобы там образовалось громадное количество людей и не уходить. И требовать от власти, например, отмены выборов, например, письменного, там, выборные какие-то представители, письменной гарантии, там, перемены выборов. И стоять твердо на этом. День, два, три, вот сколько силы бы хватило. Стояли на Тахрире? Стояли. Не можете стоять, если, например, я знаю, что говорят в ответ. Ну, как мы будем стоять? Ну, раз тогда терпите. Если бы власть осмелилась применить силу, на следующий день вышло бы еще больше людей. Это закон, все, кто занимается этими вещами, знают. Это возмущение вызывает. Власть либо бы должна была принять эти условия, либо, если бы они ошиблись, они получили бы еще худшую ситуацию на следующий день. Я замечу, кстати, что, например, милиция прекрасно понимает обычно, они люди практические, и они уже были готовы 10 декабря как бы стоять и не вмешиваться. Потому что их внутренние инструкции известны, там, когда больше 20 тысяч, они вообще не вмешиваются, никого не разгоняют. Это невозможно. Невозможно физически. То есть, вот это надо было делать. И сейчас, кстати, последний шанс еще есть, на мой взгляд, конечно, они все слили. Но все-таки последний шанс, это вот выйти после президентских выборов 5 марта, вот выйти к ЦИКу, вот выйти и попробовать все-таки так сделать. Вот они подали эту заявку на Лубянку, им не хотят ее согласовывать, вот наплюнуть на все. И пройти на ту же самую Лубянку, там, 100 метров до ЦИКа, и стоять, и призывать людей, и писать в Твиттер, айда сюда, там, одноклассникам, одногруппникам, коллегам по работе, как бы. И люди придут, люди придут и требуют отмены этих результатов выборов. Отмены, потому что они же не допустили, как минимум, там, там, кандидата либералов Явлинского, там, Лимонова. Есть два уровня нарушений. Первый – это один в день выборов, когда они конкретно мухлюют, вбросы и так далее. Но, на мой взгляд, основная причина все-таки нелегитимности выборов – то, что они защищают предварительное поле. На парламентских выборах они не допустили, там, как минимум, четыре крупных политических организации. Семь есть, а четырех нет. Вот в чем косяк их основной. Вот. Потом они уже дальше там чего-то мухлюют. Это уже вторая очередь. То же самое и на президентских. Не все допущены. Не все допущены. Это самое главное. Легко конкурировать с теми, кто на твоей стороне играет. Россия после выборов. Что может быть? Я думаю, что страну ожидает, в целом страну, да, ожидает стагнации. Именно стагнации. А если говорить об оппозиции, то она, скорее всего, будет властью расколотой. Я системной оппозиции вообще не говорю. Я говорю о дне системной оппозиции. Часть из нее будет интегрирована в систему на положении шестерок. То есть у них будут какие-то формальные либо посты, либо возможность посидеть в рабочей группе. Либо чуть-чуть эфира. Вот так. Скорее всего, будет. Очень немного. Скромно. Получат свой кусочек пирога или крошки от пирога. Не знаю. И та часть, которая на это не пойдет. Я уверен, что наша партия точно на это не пойдет. Огромное количество граждан будет тоже этим недовольны. Они не партийные люди. Но они тоже это не поддержат. Мне кажется, как только Путин переизберется, они усилят вот этот каток. Заметьте, что они при всей якобы либерализации, которая на самом деле фуфлова эта либерализация, одновременно никак не реформируется репрессивный аппарат. То есть центр Э, на самом деле политическая полиция. Как он был, так он и остался. Он так же и действует. Все законодательство антиэкстримистское, это современная 70-я статья, условно говоря, с поправками какими-то. Правовая база, на основании которой действует политическая полиция, она сохранена. То есть, скорее всего, у нас ожидает определенный такой каток репрессий. Ну, а те, кто коллаборанты, их жизнь будет чуть светлее. У них будут софиты светить чаще в лицо. Это первая попытка. Фальстарт. Фальстарт революции, которая не удалась. Она не удалась. Уже не удалась. Скорее всего, не удастся. К сожалению, большому. То есть, и прежде чем возмущение накопится вновь, и система ослабнет еще сильнее, для того, чтобы уже это возмущение смогло перехлестнуть через эту дамбу такую, еще, конечно, пройдут годы. Пройдет ли 12 лет, не знаю. Я думаю, нет. Можем ли мы чего-то еще добиться опусканием этих бумажек? Я считаю, что нет. Абсолютно. Мы точно такую же позицию отставим, как и на парламентских выборах. Раз изначально не всех участников допустили на выборы, значит, они уже нелегитимны. Как не допустили несколько партий, так и не допустили сейчас несколько кандидатов в президенты. А раз так, раз они нелегитимны, то и нечего своим визитом на избирательные участки легитимизировать эти выборы, придавать им законность. Вы считаете, что эта оппозиция, вот те люди, которые стояли вот эти три месяца, они все себя, так сказать, дискредитировали? Или на этих людей в будущем, я уже имею в виду, так сказать, в будущем, еще можно на кого-то положиться? Что касается лидеров оппозиции, то они, по-моему, в большинстве своем перестали быть таковыми. Я бы не верил Немцову абсолютно, я бы не верил Удальцову абсолютно. Что такое республиканская партия, я не знаю. Мне кажется, Володя Рыжков, он такой немножко, ну, все, он как бы, он сдутый, как сдутый шарик, знаете, такой мягкий. Вот он такой, у него даже рукопожатие такое очень влажное, мягкое и никакое. Это очень человеческое. Я не верю этому, а люди пускай сами думают, верить им, может быть, им хочется обманываться всю свою жизнь, там, до смерти, мне вот не хочется, поэтому я не верю. Спасибо, удачи вам, так сказать, и удачи нам. Да, и вам благодарю, благодарю, спасибо. Спасибо. Спасибо.